К 22-му съезду Всероссийского общества слепых Аудиоприложение к фотоальбому «Наши люди» Неумывакин Александр Яковлевич, президент Всероссийского общества слепых Родился 1 мая 1940 года в селе Лиски, Лискинского района Воронежской области Образование высшее, окончил Ульяновское гвардейское танковое училище имени Ленина И Всесоюзный заочный юридический институт Свой трудовой путь Александр Яковлевич начал машинистом на Воронежском шинном заводе Затем поступив в Ульяновское военное училище Тесно связал свою судьбу с армейской службой С честью, исполняя свой офицерский долг На различных командных должностях вооруженных силах СССР Ключевым поворотным событием в трудовой биографии Александра Яковлевича Стало его избрание на руководящие должности в системе ВОЗ Сначала в Ульяновской областной организации, затем председателем Центрального правления и президентом ВОЗ В настоящее время Александр Яковлевич является членом комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов Членом Совета по делам инвалидов при председателе Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Членом Генерального совета партии «Единая Россия» Членом Консультативного совета по делам инвалидов при Комитете Госдумы по труду и социальной политике Председателем Совета общероссийских общественных организаций инвалидов Членом исполкома Всемирного союза слепых Первым вице-президентом Европейского союза слепых Куратором Комитета по социальным правам Европейского союза слепых Членом Международного конгресса военно-ослепших Александр Яковлевич награжден Орденом дружбы народов Орденом за заслуги перед Отечеством 4, 3 и 2 степени Орденом почета, Орденом дружбы Почетной грамотой правительства Российской Федерации Знаком почета ВОЗ Почетным знаком Центральной избирательной комиссии России За заслуги в организации выборов Ему присвоено почетное звание Заслуженный работник социального обеспечения РСФСР Чин генерал-майор войска Донского Абрамова Лидия Павловна Вице-президент Всероссийского общества слепых Родилась 30 мая 1950 года В поселке Чертково Ростовской области Образование высшее Окончила Таганрогский радиотехнический институт Работала на различных инженерных и руководящих должностях Являлась заместителем председателя Иркутского областного правления Всероссийского общества инвалидов Депутатом Иркутского городского совета народных депутатов Председателем комиссии по социальной защищенности граждан Долгое время Лидия Павловна Возглавляла отдел социальной защиты Комитета по труду и социальной защите населения Комитета по делам горожан администрации города Иркутска С 1998 года вице-президент Всероссийского общества слепых В настоящее время Лидия Павловна является президентом Федерации спорта слепых Президентом Парадельфийского комитета России Членом правления Всероссийского общества специалистов По медико-социальной экспертизе и реабилитации Награждена медалью ордена За заслуги перед Отечеством первой степени Почетной грамотой президента Российской Федерации Знаком за заслуги перед ВОЗ первой степени Лидия Павловна удостоена благодарности Президента Российской Федерации Грамоты к памятной медали 22-е Олимпийские зимние игры И 11-е Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи Диплома Международного Олимпийского комитета За вклад в развитие спорта слепых Вшивцев Владимир Сергеевич Вице-президент Всероссийского общества слепых Родился 21 апреля 1961 года На станции Верхотурье Верхотурского района Свердловской области Образование высшее Окончил Омское высшее Общевойсковое командное Дважды краснознаменное училище имени Фрунзе И Омский государственный институт физической культуры В 2016 году Владимир Сергеевич Избран депутатом Московской областной думы В 1979 году Владимир Сергеевич Начал службу в вооруженных силах СССР Курсантом военного училища И проходил службу до 1988 года На различных командных должностях Принимал участие в боевых действиях Исполняя интернациональный долг В Демократической республике Афганистан Где получил тяжелое ранение С 1988 года Владимир Сергеевич является Председателем Омской городской И заместителем председателя Омской областной организации Российского союза ветеранов Афганистана РСВА Работал в администрации Омской области В период с 2001 по 2004 год Возглавлял Российский союз ветеранов Афганистана Являлся депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Третьего созыва Заместителем председателя комитета по делам ветеранов И шестого созыва Членом комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов С 2006 года Владимир Сергеевич Вшивцев Является вице-президентом ВОЗ Награжден орденом за заслуги перед Отечеством четвертой степени Орденом почета Имеет орден боевого красного знамени Два ордена красной звезды Он награжден орденом боевого красного знамени Демократической республики Афганистан Почетной грамотой президента Российской Федерации Почетным знаком Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации За заслуги в развитии парламентаризма Знаком за заслуги перед ВОЗ Первой и второй степени Знаком почета ВОЗ Владимир Сергеевич является заслуженным мастером спорта России Удостоен множества наград и почетных званий Общественных и ветеранских организаций Сипкин Владимир Васильевич Вице-президент Всероссийского общества слепых Родился 18 февраля 1953 года В городе Свердловске, ныне Екатеринбург Образование высшее Окончил Красноярский политехнический институт Владимир Васильевич имеет богатую трудовую биографию Работал на различных должностях Прошел путь от мастера Красноярского радиотехнического завода До генерального директора общества С ограниченной ответственностью КРАСТЭМ И председателя Красноярской краевой организации ВОЗ Член Центрального правления Всероссийского общества слепых С сентября 2012 года является вице-президентом ВОЗ Владимир Васильевич награжден двумя медалями ордена За заслуги перед Отечеством первой и второй степени Знаком почета ВОЗ Многочисленными почетными грамотами И благодарственными письмами губернатора Красноярского края Министерства социальной политики Красноярского края Благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Юбилейным почетным знаком Красноярского края К 80-летию Красноярского края Смолин Олег Николаевич Вице-президент Всероссийского общества слепых Родился 22 января, официально 10 февраля 1952 года В селе Полудино, Полудинского района, Североказахстанской области, Казахской ССР Образование высшее Окончил Омский государственный педагогический институт имени Горького Доктор философских наук Профессор Академик Российской академии образования В 2016 году Олег Николаевич избран депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Первым заместителем председателя Комитета Госдумы По образованию и науке Вице-президентом ВОЗ Свою трудовую деятельность Олег Николаевич начал преподавателем В Омской школе рабочей молодежи Продолжил преподавательскую деятельность В Омском государственном педагогическом институте имени Горького Окончил аспирантуру Уральского государственного университета В 1990 году был избран депутатом Съезда народных депутатов РСФСР Являлся депутатом Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации С 1995 года Олег Николаевич являлся депутатом Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации 2-го, 3-го, 4-го, 5-го и 6-го созывов В настоящее время Олег Николаевич депутат Государственной думы 7-го созыва Избран действительным членом Академии гуманитарных наук Международной педагогической академии Академии педагогических и социальных наук Членом-корреспондентом Российской академии образования Международной академии общественных наук Олег Николаевич является вице-президентом Паралимпийского комитета России Председателем Общероссийского общественного движения Образование для всех Почетным членом Всероссийского общества инвалидов Президентом Ассоциации издателей и пользователей учебной литературы Российский учебник Президентом Общества знания России Президентом Попечительского совета Омского регионального благотворительного фонда Возрождения народной культуры Наша Родина Сибирь Олег Николаевич награжден орденами Петра Великого Второй степени Межпарламентской ассамблеей государств Участников Содружества независимых государств Содружества Слава нации Во имя жизни на земле Является кавалером золотого почетного знака Общественное признание Награжден многочисленными медалями И почетными знаками Ему присвоено почетное звание Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Степанов Владислав Сергеевич Вице-президент Всероссийского общества слепых Родился 6 июня 1946 года в Москве Образование высшее Окончил с отличием Московский институт народного хозяйства Имени Плеханова Владислав Сергеевич Свой трудовой путь Начал в должности научного сотрудника Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства торговли Затем инженера лаборатории Научной организации труда Учебно-производственного предприятия Номер 4 Московского городского управления ВОЗ В период с 1978 по 1990 год Он возглавлял технологическую лабораторию Был назначен директором Центрального полиграфического Учебно-производственного предприятия МГП ВОЗ С 1990 года По настоящее время Является генеральным директором Издательско-полиграфического Тифло-информационного комплекса Логос ВОЗ Владислав Сергеевич Входит в рабочую группу Комиссии Европейского союза слепых По доступу инвалидов по зрению К современным технологиям Награжден двумя медалями ордена За заслуги перед Отечеством Первой и Второй степени Почетной грамотой правительства Российской Федерации Знаком почета ВОЗ Знаком за заслуги перед ВОЗ Первой и Второй степени Серебряной медалью ВДНХ Удостоен звания Почетный работник промышленности Города Москвы Имеет благодарность Центральной избирательной комиссии Российской Федерации За активное участие в подготовке И проведении выборов Президента Российской Федерации Благодарность мэра города Москвы Баженов Владимир Петрович Генеральный директор частного учреждения Культурно-спортивный реабилитационный комплекс Российского Ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых Родился 1 мая 1950 года В селе Костомаровка Кокчетавской области В Казахстане Образование высшее Окончил Киевский государственный институт Физической культуры Свой трудовой путь Владимир Петрович Начал в должности тренера Затем после прохождения службы В рядах вооруженных сил СССР Был назначен директором Детско-юношеской спортивной школы Активно занимался Общественной работой Молодежным движением Работал на различных руководящих должностях Связанных со спортивным обеспечением В том числе в Госкомитете СССР По физической культуре С 2000 года возглавляет КСРК ВОЗ С 2002 года является членом Правления Московской городской организации ВОЗ В 2011 году избран членом Центрального правления ВОЗ Владимир Петрович имеет звание мастера спорта Является вице-президентом Федерации спорта слепых Первым вице-президентом Центра параолимпийского спорта Членом экспертного совета Комиссии Совета Федерации по делам молодежи и туризму Награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени Почетным знаком Олимпийского комитета России За заслуги в развитии Олимпийского движения в России Знаком за заслуги перед ВОЗ первой степени Ваншин Сергей Николаевич Генеральный директор Негосударственного учреждения Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала Реакомп Всероссийского общества слепых Родился 22 января 1955 года в городе Будапеште, Венгрия Образование высшее, кандидат педагогических наук В 1974-1975 годах Сергей Николаевич работал сборщиком На учебно-производственном предприятии города Москвы С 1983 года он трудился в научно-методическом отделе Республиканской центральной библиотеки для слепых Сначала библиотекарем, старшим редактором отдела информации Затем Сергей Николаевич занимал должность заведующего Отделом тифлотехнических средств Был директором консультационно-методического центра По использованию незрячими компьютерной техники ВОЗ Работал генеральным директором Республиканского центра компьютерных технологий ВОЗ А с 2001 года по настоящее время Он занимает должность генерального директора Института профессиональной реабилитации И подготовки персонала РИАКОМП Всероссийского общества слепых Сергей Николаевич является активистом Общественного движения военных историков и реставраторов Моторы войны Сергей Николаевич удостоен званий Почетный работник Министерства труда России И заслуженный работник Всероссийского общества слепых Он является лауреатом ВДНХ СССР Лауреатом Международной премии Николая Островского Лауреатом Национальной премии имени Елены Мухиной Ивашков Александр Александрович Генеральный директор частного образовательного учреждения Дополнительного образования Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Родился 11 июля 1956 года в Ростовской области Образование высшее Окончил Казанское Суворовское военное училище И Ростовское высшее военное командное училище С 1971 по 2008 год Александр Александрович проходил службу в вооруженных силах С февраля 2013 по ноябрь 2016 года Он работал в Российской школе подготовки собак-проводников ВОЗ Заместителем генерального директора по социальным вопросам В ноябре 2016 года Александр Александрович назначен генеральным директором Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых В 2015 году он был награжден почетной грамотой Центрального правления ВОЗ Момат Валентина Михайловна Генеральный директор негосударственного лечебно-профилактического учреждения Санаторий «Солнечный берег ВОЗ» Родилась 30 сентября 1950 года в городе Волноваха Донецкой области Образование высшее окончило Славянский педагогический институт Работала на различных руководящих должностях в сфере дошкольного образования и воспитания Прошла путь от воспитателя-методиста и музыкального руководителя детского дошкольного учреждения До заведующей детским садом в городе Ленинграде Затем долгое время возглавляла крупнейшее детское дошкольное образовательное учреждение в Краснодаре С 1995 года по настоящее время руководит санаторием «Солнечный берег ВОЗ» в городе Геленджике Валентина Михайловна является заслуженным работником курортов и туризма Кубани Она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» Знаком «За заслуги перед ВОЗ первой степени» почетной грамотой ВОЗ Сибряев Юрий Владимирович Родился 26 сентября 1948 года на базе МВС номер 67 Малопургинского района Удмуртской АССР Образование высшее Окончил Саратовский авиационный техникум Ульяновское высшее танковое училище и военную академию С 1971 по 1976 год Юрий Владимирович проходил службу в группе советских войск в Германии на различных командных должностях В 1979 году окончил военную академию В дальнейшем он проходил службу в генеральном штабе Юрий Владимирович трижды находился в длительных служебных командировках в Корейской Народно-демократической Республике на должностях помощника старшего помощника военного атташе при посольстве Российской Федерации в Корейской Народно-демократической Республике После увольнения из рядов вооруженных сил Юрий Владимирович работал с 2000 по 2008 год в составе комитета, а затем Министерства по делам по образованию территориальных образований Московской области Далее он занимал должность начальника информационно-аналитического министерства Московской области С марта 2008 года Юрий Владимирович работает директором лечебно-профилактического учреждения «Санаторий Сосны» Всероссийского общества слепых За период военной службы награжден орденом за военные заслуги и восьмью медалями, ценным подарком от начальника Главного управления Генерального штаба За период гражданской службы награжден знаком губернатора Московской области «Благодарю» почетными грамотами губернатора Московской области Московской областной думы Скребец Светлана Александровна родилась 22 января 1962 года в селе Лески Воронежской области Образование высшее окончила Свердловский инженерно-педагогический институт Трудовую деятельность Светлана Александровна начала в 1984 году на заводе транспортного машиностроения имени Свердлова В должности инженера-технолога, затем работала инженером в институте «Уралэнергомонтаж-проект» В 1995 году была принята на должность администратора, а затем старшего администратора Негосударственного учреждения спортивно-реабилитационный гостиничный комплекс ВОЗ В 2002 году назначена генеральным директором негосударственного учреждения спортивно-реабилитационный гостиничный комплекс ВОЗ В 2005 году получила диплом о дополнительном образовании с присвоением квалификации Менеджер курортного, гостиничного дела и туризма по программе экономика и управления на предприятиях рекреационной сферы В Академии повышения квалификации руководящих работников и специалистов курортного дела, спорта и туризма в городе Сочи При непосредственном участии Светланы Александровны разработанный внедрен с 2010 года постановлением Центрального управления ВОЗ Проект «Социальный туризм для инвалидов по зрению» Светлана Александровна награждена почетной грамотой Центрального управления ВОЗ Почетными нагрудными знаками «Заслуженный работник ВОЗ» за заслуги перед Всероссийским обществом слепых второй степени Степанов Сергей Иванович, генеральный директор частного образовательного учреждения Дополнительного профессионального образования Центр реабилитации ВОЗ Родился 6 сентября 1952 года в деревне Погорелово Зубцовского района Калининской области Образование высшее окончил Московский социально-гуманитарный институт психологии Трудовую деятельность Сергей Иванович начал в 1968 году учеником слесаря племзавода «Холмогорка» Затем был трактористом, занимал должность директора базы реабилитации С 1996 по настоящее время генеральный директор Центра реабилитации слепых ВОЗ Сергей Иванович активно взаимодействует с образовательными организациями ВОЗ Участвует в профессиональных конкурсах, представляет опыт управленческой деятельности Участвует в проектах разного уровня Избирался депутатом Совета Волоколамского муниципального района Сергей Иванович награжден почетными знаками за заслуги перед Всероссийским обществом слепых всех трех степеней Имеет звание «Заслуженный работник ВОЗ» удостоен почетной грамоты главы Волоколамского муниципального района Шамилева Анна Евгеньевна, главный врач санатория «Машук-ВОЗ» Родилась в городе Грозном Чечено-Ингушской АССР 6 сентября 1947 года Образование высшее С 1986 по 1995 год Анна Евгеньевна занимала должность заместителя главного врача По медицинской части санатория «Машук-ВОЗ» С 1995 по 1999 год она работала заместителем главного врача По организационно-методической работе Ставропольской краевой Кумагорской больницы С 1999 по 2004 год Анна Евгеньевна является заместителем главного врача По лечебной работе санатория «Машук-ВОЗ» С 2004 года по настоящее время она работает в должности главного врача санатория «Машук-ВОЗ» Анна Евгеньевна является членом Совета женщин города Пятигорска Анна Евгеньевна имеет звание «Заслуженный врач Российской Федерации» Награждена знаками «Отличник ВОЗ», «Заслуженный работник ВОЗ» За заслуги перед Всероссийским обществом слепых третьей и второй степени